Здравствуйте! На портале Экзегет у нас сегодня вполне практический вопрос. Звучит он следующим образом. Что мне делать, как мне соблюдать пост, если нету постной еды? Вопрос конкретный, и ответ на него тоже будет вполне конкретным. Дело в том, что пост — это не отказ от чего-то плохого или греховного. В пост, даже в пище, мы отказываемся от того, что, в принципе, нам в пищу в обычное время вкушать разрешено. Например, мы не вкушаем мясной или молочной пищи не потому, что вкушение молока или мяса является греховным, а ради подвига воздержания, ради жертвы, приносимой Господу. И поэтому это первое, что необходимо осознать, что само по себе нарушение поста в тех условиях, когда вы не можете его соблюдать, не является грехом. Существуют соответствующие правила, гласящие о том, церковные правила, говорящие, что на путешествующих и других людей, находящихся в состоянии, когда у них нету выбора постной пищи, пост фактически не распространяется. К сожалению, некоторые православные христиане используют это правило не совсем корректно. В ситуации, когда они оказываются в путешествии и имеют возможность поститься, они позволяют себе не поститься, оправдывая это тем самым правилом. Это неверно. Если у вас есть возможность поститься путешествия, то, безусловно, необходимо пост продолжать соблюдать. Но вот если у вас нет возможности поститься, например, вы действительно находитесь в каком-то путешествии, где вам никто не предложит и нет возможности выбрать постную пищу. Или вы находитесь в обстоятельствах работы или какой-то другой ситуации, где нет у вас постной пищи, а поесть совершенно необходимо, и вы не можете соблюдать абсолютный пост, то есть вообще ничего не есть, необходимо что-то все-таки есть. В этой ситуации из всего предлагаемого вам непостного можно выбрать что-нибудь наименее вкусное из того, что будет вам есть, может быть, не так приятно. Иногда есть такие простые советы, уже совершенно практические. Например, подают вам какое-нибудь мясо с подливкой, с картошкой. Еще мясо вы можете не съесть, а подливка же она тоже там на мясе. Не надо фарисействовать, уж ешьте что есть. А вот если можно отложить котлету, какую-нибудь сосиску или еще что-нибудь, я думаю, вполне можно это сделать. А уж, опять-таки, если вы попали совсем в такую ситуацию, где вы не можете ничего разделить, не можете ни от чего отказаться, поблагодарите Господа за постную вам еду. И вспомните слова апостола Павла, которые он написал Коринфянам. Немножко по другому поводу, но слова эти очень подходят к нашему вопросу. Итак, едите ли, пьете ли, или что иное делаете, все делаете в славу Божию. Не подавайте соблазна. Если я с благодарением принимаю пищу, то для чего порицать меня за то, что я благодарю? Не забывайте благодарить Господа за то, что вы принимаете пищу. А еще полезно бывает вспомнить слова пророка Исаии, сказанные задолго до Рождества Христова. Вот пост, который я избрал. Тогда ты воззовешь, и Господь услышит, возопьешь, и Он скажет, вот я. То есть пророк Исаия четко говорит, что главный наш пост — это не то, что мы едим и не то, что мы пьем, а то, что мы делаем в жизни, то, как мы живем. Вполне вероятно, у вас нет возможности не есть мясо, но, может быть, вы можете отказаться от каких-то развлечений. Вы можете каким-то образом сделать добрые дела, помочь кому-то. Даже если вы находитесь в путешествии, поставьте перед собой задачу, попросите Господа. Господи, дай мне возможность совершить какое-нибудь доброе дело. Дай мне возможность послужить Тебе иным образом, без ограничения себя в пище. Как говорит об этом пророк Исаия. И еще можно вспомнить слова 50-го псалма. «Жертва Бога дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно, Бог не уничижит». Главный пост совершается в сердце человека. Безусловно, пост невозможен без жертвы, невозможен без отказа. Но если у вас нет возможности отказаться от еды, попробуйте отказаться от чего-нибудь другого и попробуйте совершать какие-нибудь добрые дела. Продолжение следует...